сегодня мы увидим с вами парк шевченко в харькове парк горького в харькове самые нереальные локации крутые и самое главное разберемся почему харьков это украинский нью-йорк так что погнали смотреть что со станции сразу вижу есть туалет уличный смотрите вот подойду интересная в киеве при таких не видел вот я в европе давно уже для действия дошивки такие так смотрите где здесь вход вот смотрите правда он не работает как назло так что еще интересного природа классная все чисто метро очень чистое но что мне не понравилось и удивило что интервал между поездами в харькове 9 минут я честно я был в шоке потому что в киеве например в среднем 4 минут это я не за максим который я 5 минут пускает это экстренный случай но не 9 минут и у них это постоянно я присаживался с веткой на ветку и в одной ветке 9 минут во второй ветке 8 минут я ждал поезд долговато как по мне так идем дальше селиться в отель посмотрим что за отель и цены дать на скажу итак друзья стоимость этого номера мне обошлась в 970 гривен как видите вот а также карточка на завтрак вот то что говорил так все сейчас немножко наверное не знаю разложу вещи и сразу же выдвигаюсь в новые локации очень много впереди нас чего ждет итак выходим из отеля сейчас идем в торговый центр никольский называется это новый нереальный архитектуры нереального дизайна торговый центр который находится в харькове но буквально недавно открыли сейчас с вами пойдем туда зато хочу перекусить потому что уже часов 56 ничего вообще не ел в поезде был так что погнали по пути сейчас вижу очень много строек реально весь харьков застраивается полностью есть как новые нереальные здания также старые такие отреставрированные красивые так что гуляем наконец отошел ребята вот справа от меня торговый центр сейчас попробую посмотреть ничего себе даже фонтан есть при центральном входе и и мы посмотрите масштабы а а и что интересно что даже мусорники здесь такие дизайнерские очень классно мне нравится очень стиль дизайн этого всего торгового центра и так уже заказал в макдональдсе меню потому что здесь очень много разных других заведений но честно говоря названием ничего не говорят какие-то свои знаете харьковский то есть нет таких сетевых особо вот только любовский кросс ангишу сетевой а так другие типы и макдональдс и все все остальные или непонятные также с интересного то чтобы я заплатил за меню и дать такую табличку вот с номером и они в пределах этажа мне принесут меню в любую точку то есть если я буду на улицам есть на улице терраса я сейчас покажу чуть дальше он и когда мы вам принесем лично найдем то есть тут по блютуз то есть блютуз с того как gps они по маячку его ищут и находят и привезут вам еду к столу только в ресторане практически такое также как видите интересный вид такой позади меня сейчас будем вкусно кушать и так все как я и говорил заказал вот мне лично принесли сюда прям столику поднесли меню мое полностью это очень приятно то есть не самовынос как в ресторане вам приносится на блюдечке с каем очкой будем кушать опять же повторяю что здесь много ресторанов таких каких-то сетевых ну например в киеве я таких сетевых ресторанов не видел поэтому я заказал макдональдс проверенное временем буду пробовать что здесь походу уборной я видел в дубаи мол еще лет десять назад наверное то есть тоже такой дизайнами инновационные видеть экраны ну круто так и должно быть мы прогулялись в торговом центре никольские новые классные реально мне очень понравилось бомбезны просто но действительно опять же сравнивая с киевским торговыми центрами у нас в киеве такого нету есть новый торговый центр но они как-то выглядят нелепо построены нелепой поэтому вот даже сравнивать их с никольским сложно мне лично опять же мне напоминает больше какой-то американский стиль возможно европейский но инновационный и мне нравится очень кто был же здесь напишите комментариях не очень интересно ваше мнение возможно в харьков есть еще какие-то классные торговые центры которых я не знал и кто-то тоже не знает и мы благодаря вам узнаем об этом но и и Что мне нравится в Харькове, это то, что его не перепутаешь ни с каким городом. Он не похож ни на один из наших городов. С чем это связано, это уже другая история, более глубокая. Архитектура, посмотрите, позади меня вообще совсем разная. Вот два-три дома, даже три дома, вот смотрите. Один такой, второй такой, третий вообще другой дизайна, другой архитектурной задумки, так сказать. По пути от Никольского до Дома Архитектора увидел такую красоту, такой сквер с фонтаном, смотрите. Красота. Погода сегодня супер. Нам везет, друзья. Забыли на улицу Пушкинскую. Очень классно оформлена она эта. Декораторы постарались. Из интересного также заметил, что в Харькове, в принципе, хорошее дорожное покрытие, то есть асфальт есть. Но, опять же таки, по моему рейтингу личному дорог в Украине, самые классные дороги нереальные. Это в Буковеле. Я снял видеообзор про Буковель, посмотрите, я тоже скинул в описании его, обязательно посмотрите. Там реально Монако просто. Куршевель по-украински, так сказать. Как и обещал, дошли мы до дома архитектора. Вот он слева находится. Так, сейчас попробуем зайти и отснять внутри, если он открыт, конечно, потому что в связи с ковидом разное бывает. И так, вот мы находимся внутри дома архитектора. Удивительно, что здесь нет ни кассы, ничего. Вход абсолютно бесплатный для всех. Это для меня честно вершок. Я просто привык за все платить, поэтому, когда мне что-то бесплатно предлагают, то я удивлен и удивился. Так, классно. Очень красиво дизайн. Также здесь есть только актовый зал мини. Там очень красивый такой расписной потолок. Правда, там проходит сейчас как репетиция танцев. Сдаются в аренду, чтобы окупать, чтобы отапливать это все помещения. Надо это зарабатывать о чем-то. И вот, как я понял, они сдаются в аренду. Очень нравится такой массивный камин. Такой, знаете, серьезный. Даже не знаю, с чем его сравнить. Это, помню, был в Доме ученых во Львове. У меня есть видео на моем канале. И там в Доме ученых было таких штук 5, наверное, классных тоже каминов. И деревянные, и какие угодно. Мне очень понравилось в Доме архитектора. Правда, единственное, что там было темно. И вам, наверное, будет не все так четко и ясно видно, как я видел это. И хотелось бы, конечно, масштабов побольше. Но я сейчас иду в Дом ученых Харьковский. Посмотрим, что там интересного. Возможно, там масштабы будут поболее. Предвиденное обстоятельство. Я зашел в Дом ученых. Думал, что там будет как во Львове. Это такой здоровенный музей, исторический, классный, большой, все отреставрировано. Но нет. В Харькове Дом ученых Харькова – это закрытая территория для всех. Да, вам не послышалось. Это не музей. Это просто закрытое помещение. Я вот зашел, немножко подснял вам лестницу. У меня, слава богу, получилось договориться с одним человеком. А так, в принципе, это закрытое здание, в которое войти никто не может. Как оказалось. То есть, где логика, я не знаю. То есть, ни за деньги не хотят, ни бесплатно не хотят. Вот как-то так. Честно, я пока что в шоке. Я не могу понять логику в этом всем. Ну да ладно, судите сами. Возможно, вы знаете ответ на этот вопрос. Напишите в комментариях, если вы действительно знаете больше, чем я. Буду рад услышать вас. Ваше мнение, так сказать. Идем дальше. Друзья, доброе утро. Вот я проснулся. Сейчас идем вместе с вами на завтрак. Завтрак, кстати, включен в стоимость этого номера. Поэтому посмотрим, чем здесь кормят. Основная такая важная составляющая любви. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. 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 . 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 Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . . . Спасибо. 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 . . Спасибо. . . . . В одну сторону. В одну сторону. Это из парка Горького. До станции метро Ботанический сад. Так сказали мне. Это спальный район. Поэтому в идеале если брать то в две стороны. В две стороны 60 гривен разумеется. Ну такое. Я решил сегодня не ехать. Потому что мне на колесе обозрения хватило. В принципе экстрима высоты. Поэтому идем дальше смотреть Харьков. И узнавать много интересного. Хочу сейчас пойти покушать. Есть такое уличное заведение как лофтовое. Называется даже не помню как то 7 там что то там. Сейчас покажу вам. Что также меня интересно порадовало в парке Горького. Это то что здесь есть бесплатные туалеты. И не один. А их в принципе много. И также бесплатные фонтанчики с питьевой водой. То есть как билеты. Это радует. Потому что я считаю это базовые потребности человека. Если туалеты и билеты делать платными. То как бы теряется смысл вообще. Так. 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 То есть для autistic. Потому что помню. Просто вообще обожгла. Схемяя. То есть для тех поступков. Я считаю это обязательно. Потому что объем. Когда проявится. Сумяя. Помню. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 как раз вот зашли в парк шевченко после реконструкции выглядит уютно пока вот я только зашел сейчас ближе к фонтанам подойдем они в центре парка так сказать сразу вижу в виде привет можно попить водички тоже что приятно очень удивляет поэтому они такие красивые ухоженные вот вам и ответ очевидный музыка играет солнце светит что еще нужно для хорошего настроения покушать мы уже покушали тоже у реконструкции не было там парке не знаю но после реконструкции сейчас очень классно уютно опять атмосфера так действительно харьков украинский нью-йорк как ни крутите я даже не ожидал что здесь такое есть такая красота музыка на всех фонарях этих столбах есть колонки играет и вот такой большой памятник как такими с человечками играющими на инструментах разных подойду ближе он и он и и детей тоже так пройтись немного лавочки опять четко все сделано в один цвет все аккуратные все красивые не пошарканы какие там ничего мусорников тоже хватает это радует опять же мелочь но знаете когда на что выкинуть а мусорников под рукой нету то неприятно так вот тоже смотровая здесь прям посреди парка тоже и фонтан внизу сейчас покажу потихоньку двигаемся в сторону ж.д. вокзала и по пути как раз будет много тоже интересных локаций заодно где-то перекусить здесь есть одно такое сетевое заведение буфет называется харьковская попробуем найти его если найдем глянем что там заведение буфет так и не нашел точнее нашел вон он находится другом конце города а мы в сторону вокзала шли и как бы не по пути разглянулись скажем так сейчас как раз вот полчаса осталось до поезда моего покажу вам привокзальную площадь оттуда откуда мы в принципе начинали свой путь свое видео наше с вами итак друзья давайте подведем итоги про харьков город очень классный красивый чистый аккуратный и главное он большой не зря говорят что харьков это украинский нью-йорк здесь парки парк шевченко парк горького очень классный центр парк в нью-йорке отдыхать нервно курить также из интересного мне очень понравился вот дом архитектора дом ученых к сожалению там кусочек вы видели лестницы как и я так много локаций даже торговый центр никольский новый он нереальных масштабов и даже сравнить его ни с кем ни с чем в украине и подписывайтесь на канал ставьте лайки дальше будет больше интересных видео всем пока а а